ПЕННЫЙ ПЕННЫЙ У природы нет плохой погоды. С таким девизом, отбросив в сторону все сомнения и ненужные мысли, съехал я с асфальтированной дороги у Скаменогорска-Ридер в сторону очередного увлекательного путешествия. Мгновенно меня поглотил густой пышный лес, растворив в своих крепких объятиях и наполнив легкие живительным кислородом. Июль месяц – время созревания земляники, изысканного лакомства, пользующегося высоким спросом. Сбор этой ягоды требует терпения и спокойствия. Слегка снижаю давление в шинах, чтобы ехалось мягче и комфортнее. Дождь лишь слегка промочил почву, поэтому спускать колеса до рабочего для бездорожья давления нет необходимости. Главное – не забыть снизить давление, если состояние дорожного покрытия начнет ухудшаться. Много раз становился я заложником труднопроходимых участков, когда пытался пренебречь законами физики. Слегка перекусив, отправляюсь дальше, навстречу новым знакомствам и приключениям. Уверенно и не спеша, УАЗик поднимается по хребту на высоту около 900 метров. Дорога – одно наслаждение. Хоть сейчас асфальтовым полотном застилай. Основание ровное, укатанное и утрамбованное. По пути делаю остановку у придорожной беседки. Место это, в пример многим, приятно удивило меня своей чистотой и аккуратностью. На опорах закреплены мешки для сбора мусора, перчатки. Есть даже книга для записей, видимо, для особо творческих людей, оставляющих после себя современный прообраз наскальной живописи. Неподалеку журчит ручей, в который чуть ниже по его течению впадает родник с питьевой водой. Если бы не проходящая вблизи дорога, то место это можно было назвать «жемчужиной леса». Продолжим дальнейший путь. Миновав очередной набор высоты, дорога пошла на спуск. До намеченной цели сегодняшнего путешествия осталось совсем немного. В этом месте дорогу пересекает небольшой ручей. Развешанные на кустах и деревьях яркие лоскутки ткани помогают вовремя снизить скорость, чтобы не свалиться в подмытый край дороги. Хотя позже мне озвучили иное их назначение, якобы они помогают сдержать лошадей. При виде этих ленточек и красной куртки лошадки не осмеливаются подходить близко, поэтому не уходят вверх по дороге. Впереди показались крыши домиков. Дорога спустилась в долину реки Левая Убинка. В этом месте когда-то находился поселок Пенный, явно получивший свое название от названия ручья, который на картах значится как «ключ Пенный». С домиком и его обитателями познакомимся немного позже, а пока, оставив машину у ворот в сопровождении местного экскурсовода, отправляюсь знакомиться с окрестными видами. Сразу за домиком дорога разделяется на два направления. Правое направление уводит в сторону Брода через левую Убинку и далее на светлый ключ. Левое направление также ведет в сторону Брода через реку и выходит к поселку Орловка, огибая гору. От основной дороги в сторону отходит свеженакатанный след. И здесь успел человек оставить о себе напоминание в виде костровища до припрятанного за березой мешка с мусором. Спустимся к воде. Являясь левым притоком реки Мала Убинка, ее младшая сестра, левая Убинка, берет свое начало неподалеку от Синюхина Белка. Речка хоть и небольшая, но по-своему красивая. От посторонних глаз ее защищает плотная стена кустарника и деревьев. Лишь изредка приближается речка к дороге, давая возможность подойти к ней поближе. Вдоль реки, вверх по ее течению, дорога хорошо укатана. По крайней мере, до брода через реку. То и дело снуют туда и обратно легковушки. Такая доступность этих мест их и губит. От большого наплыва отдыхающих, желающих устроить праздник живота на берегу реки, с каждым годом растут кучки мусора. Не каждый забирает с собой обратно бытовые отходы. Видимо, по привычке полагая, что это дело не барское. И есть для этого специально обученные люди, без которых, к слову, давно утонули бы мы в собственном мусоре. Возвращаюсь до развилки, по пути созерцая величие и красоту природы и натыкаясь время от времени на следы былой жизни. По стволам березок, растущих внутри разрушенного строения, от которого осталось лишь бетонное основание, можно судить о том, как давно места эти пришли в запустение. Дорога, ведущая к броду в нижнем течении левой убинки, куда менее наезжена. Неподалеку от развилки дорогу пересекает ключ пенный, от которого в давние времена и пошло название поселка. Места здесь красивые. В прозрачных водах убинки, словно в зеркале отражаются макушки гор, деревья, плывущие по голубому небосводу облака. В этом месте река, изгибаясь изящной змейкой, вплотную приближается к дороге, год за годом подмывая обрывистый берег и оттесняя дорогу в сторону. Сейчас река кажется спокойной. В весеннюю же пору нрав ее куда суровее. Вскоре из-за кустов показалась крыша небольшой беседки, стоящей неподалеку от брода через реку. Место это не столь обжитое, оттого здесь почище и поуютнее. Забредают сюда охотники да рыбаки. Отдыхающие же предпочитают добираться до места отдыха побыстрее и с комфортом, поэтому выбирает правое ответвление дороги, ведущее вверх по течению реки. Хорошо, когда на пути встречаются такие вот рукотворные места для отдыха, где можно не только отдохнуть, но и от дождя укрыться и на ночлег остановиться. Когда-то в этом месте был мост через реку. Сегодня от него осталась лишь малая часть, как напоминание о том, что дорога между поселками Орловка и Пенный когда-то давно была оживленной и часто использовалась для транспортного сообщения двух населенных пунктов. Теперь же на совесть сделанная переправа скорее музейный экспонат под открытым небом, который пока не успели разобрать на металлолом. Кто знает, сколько еще простоит это полуразрушенное сооружение. По-своему красива левоубинская природа. Здесь есть и леса, и реки, и горы, вершины которых покрыты пышной зеленью и смешанным лесом, в осеннюю пору разукрашивающим все вокруг в желто-рыжие тона. Сохранились в этих местах и несколько домиков, когда-то составлявших малую часть ныне канувшего в лету поселка Пенный, о котором за кружечкой горячего ароматного чаю расскажут мне Олег и Евгений, добродушно встретившие и приютившие меня в этом увлекательном путешествии. Субтитры создавал DimaTorzok